В эфире информационно-музыкальная программа радио Карачаево-Черкесии «Республика». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре 21 марта, вторник, в студии работает у Марти Киев. Я рад приветствовать всех, кто решил этот день начать вместе с нами на волне Республиканского радио. Коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня Всемирный день поэзии и Международный день человека с синдромом Дауна. В 630 году Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню «Животворящий крест». 351 год назад проведена первая перепись населения Канады. В 1963 году была закрыта тюрьма Аль-Катрас, а 52 года назад к Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция Ranger 9. В этот день родились такие известные люди, как русский военный деятель, пионер авиации Александр Можайский, советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации Василий Сталин и советский эстрадно-артист и певец, киноактер Леонид Утесов. Таковы наиболее заметные события наступившего дня. А сейчас на нашей волне музыка. Не переключайтесь. Надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост. И все в песню сорвалось. Свободным стану я От зла и от добра Моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобой быть Я бы мог про все забыть Я бы мог тебя любить Но это лишь игра В шуме ветра за спиной Я забуду голос твой И от той любви земной Что на шикарах прах И я сходил с ума В моей душе нет больше места для тебя Я свободен Словно птица в небесах Я свободен Я забыл, что значит страх Я свободен С диким ветром наравне Я свободен Наяву, а не во сне Надо мною тишина Небо полное огня Свет проходит сквозь меня Я свободен вновь Я свободен от любви От вражды От молвы От предсказанной супы И от земных окон От зла и от добра В моей душе нет больше места для тебя Я свободен Словно птица в небесах Я свободен Я забыл, что значит страх Я свободен С диким ветром наравне Я свободен Я свободен В праздничных мероприятиях Вместе навсегда Принял участие Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов Несмотря на хмурую погоду И пронизывающий ветер На улицах Черкеска Было оживлено Более 4 тысяч жителей И гостей столицы Собрались отметить Одну, но очень важную дату Трехлетие присоединения Крыма к России По словам демонстрантов Это не просто дата А это значимый праздник Для всех россиян Независимо от возраста И профессии Собравшиеся Объединились В одну большую колонну Которая пестрила Нарядными костюмами детей Цветами и шарами В их руках Взрослые несли транспаранты Мы вместе Горжусь своей страной Крымчане молодцы Вместе навсегда И так далее А главными атрибутами колонны Были многометровые флаги Российской Федерации Карачаева Черкесии И Крымского полуострова Студенты ведущих вузов региона И представители движения Молодая гвардия Несли 30-ти метровый Российский триколор За ними шли члены Детско-юношеских Военно-патриотических Организаций города Которые несли 9-ти метровые флаги Карачаева Черкесии И Крыма Напомню, что В 2014 году Республика Крым Вышла из состава Украина С последующим принятием Ее в состав Российской Федерации Образовав Новый субъект России Основанием для Вхождения Крыма В состав Российской Федерации Стал референдум Жители автономии Где почти 97% Жителей Проголосовали За присоединение Полуострова к России Однозначно Чиновники Украины И многие политики Были против Воссоединения России И Крымского полуострова Но это было Как сказал Президент государства Владимир Путин Возвращением К в родную гавань Воссоединение Произошло Спустя 23 года После распада Советского Союза Именно одним из руководителей Некогда могущественной державы СССР Никита Хрущев Издал указ о передаче Крымской области Из состава РСФСР В состав Украины С формулировкой Учитывая общность Экономики Территориальную близость И тесные Хозяйственные И культурные связи Между Крымской областью И Украинской СССР Также В апреле 1954 года Крымская область Была передана В состав Украины Кстати Крым был в составе Российской империи С 1774 года Когда закончилась Война России С Османской империей По итогам которой Победившей стороне Отошел ряд Причерноморских городов Присоединение Крыма к России Было закреплено Позже Манифестом Императрицы Екатерины II С тех пор Прошло более 230 лет И Республика Крым Снова в составе России Так и должно быть Жители всех регионов Необъятной страны Должны жить в мире Этим и важна Сегодняшняя дата Для всех нас Об этом и говорили Участники праздничного шествия Которая финишировала В парке отдыха Зеленый остров Там колонны демонстрантов Ожидали другие Участники акции Вместе навсегда Сотрудники мэрии Черкесской И члены Общественной Политической организации Единая Россия Организовали Митинг-концерт Который прошел В центральной Аллее парка Перед амфитеатром С праздничной сцены Всех участников Торжества Поздравили Общественные деятели А также представители Творческой среды Карачаева-Черкесии Ко всем присутствующим Обратилась Председатель Общественной палаты Вера Молдаванова Она говорила О любви к России Своей малой родине О единстве Российского народа Программу продолжила Концертная программа С зажигательными номерами Перед собравшимися Выступили лучшие Артисты города И хореографические Коллективы Карачаева-Черкесии Там же все желающие Могли познакомиться С тематической выставкой Декоративно-прикладного искусства Учащихся Общеобразовательных Учреждений Черкеска Я люблю тебя, Россия Дорогая наша Русь Нерастраченная сила Неразгаданная грусть Ты размахом необъятна Нет ни в чем тебе конца Ты веками непонятна Чужеземным мудрецом Ты веками непонятна Нет ни в чем тебе конца Ты веками непонятна Чужеземным мудрецом Сколько раз тебя пытали Быть Россией или не быть Сколько раз тебя пытались Душу русскую бить Но нельзя тебя, я знаю Не сломить, не запугать Ты мне родина родная Вольной боли дорога Ты добром своим и лаской Ты душой своей сильна Нерассказанная сказка Я в березовые ситцы Нарядил бы белый цвет Мне всю жизнь тобой гордиться Без тебя мне счастья Без тебя мне счастья нет Без тебя мне счастья нет 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 На волне радио Карачаева Черкесии Информационно-музыкальная программа «Республика» В студии работает у Марти Киев Сложно представить нашу жизнь без поэзии Без поэм и стихов Без песен Без Пушкина, Лермонтова, Шекспира Без многих и многих талантливых современных авторов Сила слова обладает особой энергией Увлекающей за собой наше воображение Чтобы привлечь внимание общества к поэзии Как к источнику ответов на многие вопросы человечества Как к высокому искусству На 30-й сессии ЮНЕСКО в 1999 году Было принято решение 21 марта каждого года Отмечать Всемирный день поэзии Слово моей коллеги Руфине Ковалевой В решении Генеральной конференции ЮНЕСКО Согласно которой и был утвержден в 1999 году День поэзии Говорится Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека Поэзия, как и любое искусство, способна сделать любого человека добрее и прекрасней Уверен наш земляк, народный писатель Карачаева-Черкесии Михаил Бегер Наши дни, конечно, такие интересные, трудные И все, что касается творчества, искусства, оно обогащает наш мир, духовный мир Дает нам возможность как-то более стойко смотреть вперед И углубляться в наше прошлое все-таки В поэзии столько заложено жизни, столько чувства Что, вот как я понимаю, как я думаю Это очень помогает человеку Ну, наверное, все-таки Чувство себя выше вот этих наших нынешних бед Выше наших нынешних сомнений Поэзия помогает человеку летать Летать и подниматься над самим собой Над своими собственными, наверное, даже недостатками Есть такие строчки Человек, он рожден, чтобы летать Под небес и парить душой И вот, чтобы таких высот достигать Надо всегда соприкасаться с этими прекрасными чувствами Которые заложены в поэзии Нередко Михаил Леонидович и сам с трепетом и безграничной любовью Обращается к ее величеству поэзии В стихотворных строчках С времен сотворения света Над гаммой столетий и лет Рожденная сердцем поэта Свежа, как весенний рассвет Тревожа с заботой печальной О судьбах эпох и миров Была она гостей скандальной В хоромах, средь шумных пером Девечески легкой походкой Бродила раздольем в голов Улыбкой молоденческой кроткой Цвела на устах пастухов Источник начала и свершений Несущая радость и свет Розила мечом откровений Иных не желая побед За скорбь, за любовь, за печаль За ясную кротость в глазах Ее, как креста, распинали И жгли на вселенских кострах А наша освященная кровью Пленительной грустью лица Доверчиво чистой любовью В людские стучало сердца И в день наш, соблазном опасный Рядится в межфальше, как все Она остается прекрасной В своей непорочной красе Не вступит ни в сделку, ни в дельце Вовек не утратит лица Требеющих поэзии сердца Требеющих днем граждан сердца Поэзия – явление всегда современное И актуальное Ведь ничто так не может затронуть Самые тонкие душевные струны Как прекрасные слова Изысканно сплетенные в рифму Передающие настроение И переживания автора Поэзия – это уникальная связь Времен и пространств Открыть для себя новое стихотворение Значит погрузиться не только В язык автора, но и познакомиться с ним Сколько бы километров и веков Не разделяли поэта и читателя Ты меня на рассвете разбудишь Проводить я будто я выйдешь Ты меня никогда не забудешь Ты меня никогда не увидишь Заслонивши тебя от простуды Я подумаю, Боже, все вышли Я тебя никогда не забуду Я тебя никогда не увижу Намикаю, слезятся от ветра Без надежды, карие вишни Возвращаются плохая примета Я тебя никогда не увижу И качнутся бессмысленной грызь Парафраз, залетевших отсюда Я тебя никогда не увижу Я тебя никогда не увижу Я тебя никогда не забуду На волне радио Карачаева Черкесия Информационно-музыкальная программа «Республика» В студии работает у Марти Киев Во всех мировых религиях существуют определенные обряды поминовений усопших Молитве за тех, кто ушел из земной жизни в православии, особенно в дни Великого Поста уделяется особое внимание Об этом в нашей традиционной православной рубрике И я передаю слово ее ведущей Руфине Ковалевой Свет православия Слово, мир, человек В православной традиции грешный человек, попадая в загробный мир и недостойный Царствия Божия уже не может молиться Господу за себя и за других Такую возможность получают лишь святые угодники и особенно благочестивые люди Если здесь, на земле, он может исповедать свои грехи и получить их прощение то там он лишен этой возможности К сожалению, при жизни не все осознают важность покаяния и не все люди отходят в мир иной полностью, очистившись Далеко не у каждого есть возможность исповедаться и причаститься перед смертью Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны так же, как милостыня и помощь нуждающимся Об этом рассказывает пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии Отец Михаил Самохин Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Как отметил священник, после смерти Душа человека путешествует по иному миру Ей открываются знания об Аде и Арае Церковь не случайно установила Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отец Михаил подробно остановился также на традициях проведения поминальных обедов Здесь есть также определенные правила, предписанные Православной Церковью К сожалению, нередки случаи, когда в обряд поминовения или погребения Наши сограждане прибавляют и разнообразные языческие элементы Не имеющие никакого отношения к христианству Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 По сообщению синоптиков сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность Местами небольшой умеренный дождь в горах со снегом Ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 м с Местами порывы до 17 м с Температура воздуха плюс 3, плюс 8 в горах минус 2, плюс 3 С 21 по 23 марта в горах Карачаева-Черкесии лавина опасна В Черкесске небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 8 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев Мы обращаемся с вами. Удачного рабочего дня и хорошего настроения. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова